вы знаете что в сезоне сплайсер для каждого класса было добавлено по одному экзотику если точнее то по штанам все они оказались крайне интересными хоть и совершенно под разные ситуации все уже выбиты и так что давайте этим видео начнем их разбор как видите первым на очереди экзот на ханта и так у некоторых наверняка вопрос как их получить остался чтобы получить эти экзоты вам нужно пройти в соло либо мастер либо героический затерянный сектор они постоянно меняются так что следите за их ротацией если у вас не открыт какой-то затерянный сектор и уровень сложности легенды например не доступен то вам нужно просто сначала приехать туда и пройти его в обычном режиме шанс выпадения экзотической награды обычно составляет в среднем один к тридцати по крайней мере такие цифры получало сообщество в прошлом сезоне высчитывая шанс дропа других аналогичных наград но по факту редко когда вам нужно закрыть сектор более 10 или 15 раз мне на охотника упали сапоги и раза с 13 по моему на титана с первого на варлока со 2 или с 3 сделал я это все в течение двух часов на стриме разобрались как получать теперь давайте перейдем уже к использованию сапоги охотника чешуя пожирателя звезд теперь это у нас претендент на топ-тир экзот для дамага по боссам на любом рейде на данже и так далее этот экзот поможет вам с помощью супера внести больше урона чем например выстрел с экзотом звездный полуночник или чем вносят электрические титаны с кирасой падающей звезды заинтересован рассказывал вообще бонус этого экзота делится на две части а то и на 3 правильнее сказать как работает первое ваш супер будет восстанавливаться быстрее при использовании этого экзота тут все понятно и просто эффект от каждого подобранного арба должен быть более заметным если вы подбираете его с этими ботинками на деле же не могу сказать что это какой-то заметный прирост строго говоря каждая подобранная сфера силы будет давать примерно в полтора раза больше энергии чем без экзота да будете быстрее заряжать супер но ненамного точнее зависит от того как вы сможете часто спамить сферами идем по перку далее когда ваш супер уже будет готов вы сможете усилить его урон подбирая все те же сферы силы давайте подробно посмотрим на то как это работает каждый раз когда вы уже с заполненной полоской супер подбираете сферу силы вы получаете баф пиршество света баф копится до четырех раз по одному за орб неважно орб от ульты это был или орб от абсолют оружия более того стаки бафов не пропадают с течением времени и остаются до тех пор пока вы не прожмете свой супер ну или не умрете так что перед какой-нибудь фазы урона по боссу вы легко накопите заранее максимальное количество стаков и вам не нужно будет обязательно за несколько секунд до урона в панике бегать глядя под ноги и искать сферы в третьей части описания перка мы видим еще один бонус при активации супера вы восстановите здоровье по правде говоря заметный эффект появляется лишь на трех стаках в этом случае восстанавливается около половины здоровья а на четырех стаках вы не только полностью восстановите здоровье но еще и получите дополнительный щит так что лучше копить до четырех теперь про урон и про то как на него влияет количество стаков логично что бонус к урону будет в расти в зависимости от того сколько арбов вы подберете при накоплении четырех стаков урон увеличится на 60 процентов для того чтобы продемонстрировать эту разницу вот дамаг пока ли из голден гана сначала без экзотов потом со шлемом звездный полуночник а потом с новыми сапогами и стаком x4 как видите урона вносится больше чем со шлемом примерно на 16 процентов так что теперь наш любимый клюв уходит на второй план но даже это еще не все очень интересные дела творятся когда вы используете этот экзот и связку верхней ветки ночного охотника дебаф который вешает стрела на врага без экзота увеличит урон по цели на 30 процентов но с экзотом и четырьмя стаками на 108 процентов еще раз 108 процентов к урону с любого оружия это очень круто но как всегда есть одно но столь существенный дебаф ловите только вы как носитель экзота ваши союзники получат лишь стандартный 30 процентный баф так что на фазе урона по какому-нибудь боссу назовем его атеон если вы даете стрелу то наибольший урон внесете только вы конечно если в вашей команде нет другого охотника со стрелой и с этим экзотом в таком случае каждый может дать связку по одной цели и каждый получит для себя плюс 108 процентов к урону с оружия это уже серьезная разница добавьте сюда баф от купола оружие света и мод мощи распутина и вот вы уже в соло получаете увеличение урона на 208 процентов что невероятно сильно очевидно что этот экзот точно пригодится на рейдах я буду пробовать его на хрустальном чертоге и почти уверен что он пригодится поскольку если до того как я затестил этот экзот я был уверен что на рейде в очередной раз ханты окажутся бесполезными то теперь все развернулось ровно наоборот и ситуация напоминает то как в том сезоне все брали титановский расей на дамаг так что да я определенно советую каждому охотнику который ходит в рейды и сумрачные налеты и подземелья выбить этот экзот из затерянного сектора спасибо за просмотр и подписку до связи